Ооо, я сделала готичную подливку! Вау! Вау! Всем привет и добро пожаловать на мой канал Телько Плей! Я Наташа, у нас продолжается неделя Хэллоуина и сегодня мы с вами играем в кукинг симулятор. В сегодняшней серии я хочу сделать торт для Гота. Я не знаю как мне сделать торт для Гота, скорее всего мы с вами сможем использовать то тесто, которое у нас как бы с вами есть. Либо мы можем с вами, знаешь, что сделать? Мы можем с вами четернуть, а четернуть мы можем достаточно просто, для этого мы тыкаем вот сюда и покупаем тесто для шоколадного торта. Я его куплю, чтобы это было вкусно, понимаешь, чтобы случайно ничего не засрать. У нас будет просто такое шоколадное настроение сегодня. Где моя доставка? Я ее сильно, очень жду. Спасибо. Спасибо. Забираем наше тесто. Да, яйца твою мать. Спасибо. Не сильно я тебе скажу, что оно шоколадное, но у меня есть идея, которая в принципе должна как бы сработать. Я сейчас выложу вот эти штуки, положу рядом. Это от другого торта, который мы с вами делали в прошлой серии, хэллоуинский, который, кстати, очень понравился. Да, еди ты! Дай мне эту лепешку. Спасибо. Спасибо. Значит, берем шоколадное тесто. Я хочу сейчас, во-первых, купить черный краситель. Он тоже есть. Блин, надо было все сразу покупать, я что-то затупила. Вот, краситель, значит, черный. Черный краситель, одна штука, купить. Я думаю, что это просто черный краситель. Мы зальем вот в это тесто и добавим еще немного молока, чтобы оно было такое шоколадно-молочное черное месиво. Как чернила нахрен каракатицы, возможно. Давайте забираем еще одну посылку. У меня тут одни коробки валяются, ей-богу. Забираем. Вот, краситель. Значит, заливаем краситель. Я не знаю, сколько его лить. Возможно, надо побольше его налить, чтобы тесто максимально прокрасилось. Так, ты как? Я что, не сюда, что ли, лила? Подожди, давай на тесто буду лить. Во! Отлично! Я думаю, этого достаточно. Добавим миндального молока. Необычного, а миндального, чтобы был ореховый такой привкус. Где-то вот столько. И теперь при помощи лопатки стараемся его размешать и получить нужный мне цвет. Подождите, у меня получилось жидкое тесто. А если я добавлю в жидкое тесто? Ну, в жидкое-то тесто должно получиться что-то? Давай, жидкое тесто. О! Смотри! А? Смотри, какое черное получилось тесто. Мы будем делать грандиозный просто торт. Я хочу... Значит, смотри, у нас будет... Вот такая вот формочка, максимально забитая, шоколадная формочка. Мы ее сразу заставим с тобой запекаться. 4 минуты 150 градусов. Так, 450 на 150 градусов. Вроде бы как. Да. Запекайтесь, пожалуйста. Берем. Теперь смотри, берем. Берем, 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 берем. Не знаю. Давайте берем вот такую вот с дыркой формочку. Чтоб немного, как бы, знаешь, там под этим слоем нефиксироваться. Видно будет. Но мы зато с тобой сэкономим, понимаешь? Это как бы называется экономия. 2,40 на 150. Значит, 2,40. 2,40 на 150 градусов. Отлично! Еще одна пошла запекаться. Ну и последний кусочек мы сделаем уже с нормальной. Хотя, я не знаю, может быть. Давай попробуем вот так. Мы возьмем вот так. Вот так вот. Подожди. А это тоже? А давай вот так. Смотри. Это будет прямо пирамида Хеопса. Если, конечно, получится поставить 4 аж сразу. Может быть. А почему нет? Многослойный такой будет торт. 2 минуты 30 на 150. Значит, 2,30. 2,30 на 150 градусов. Отлично! И вот этот говнотортик закидываем на 2,50. 2,50. Так, подожди. Еще раз. Дай на тебя посмотрю. 2,20 на 150. Так, 150 градусов на 2,20. Вечно я не в ту сторону кручу, но ничего страшного. На 2,20. Супер! Работаем. Пока это все великолепие печется, скребется, мы можем с вами подать готические пончики. Они называются черные пончики. Ну, потому что, как бы ты понял, почему. Потому что они готичные. Таких еще, как бы, можно вообще разные вот такие вот крендельки понадавать. Вот, пышки, смотри. Но это же реально, я же не виновата. У нас Хэллоуин, у нас просто, пока есть время, можем две такие штучки сделать. Это хэллоуинская пироженка. Черная? Черная. В чем? Что такое? Я сдобрю кокосиком. Наполню этот капкейк кокосиком беленьким. Беленькая начинка. Вкусненькая кокосовая. Перебивает привкус гари, возможно, но это не точно. Берем, короче, вот такой вот крем, который более рыжий в этот раз возьмем. Тот все-таки получился желтоват в прошлой серии. Но, тем не менее, не это, вот это и вот это. Вот, и на краешек каждой такой жопы мы посадим по тыкве. Тыкве с красной внутренностью. Давай. И... А почему? Может быть, подвинешься? Я за тебя надеть не могу. В чем причина? Почему? Большая, что ли, хочешь сказать? Ну, давай я мышь. Хорошо будет мышь, альбиноса, рыжий вампир. Ну-ка. Да ты что? Ты что, глупый, что ли? А если я положу тыкву продавать? Ее не купят, да? Жаль. Могла бы их обмануть. Ну, ладно. Два вот таких вот говна пончика. Кто-нибудь их возьмет, я тебе отвечаю. Это хит сезона. Это просто, это... Это черная готика. Это просто такой стиль. Это харчма стиль. Ну, как бы ты видел, да? Как оно выглядело. Значит, у нас готов первый кусочек торта. Ой, какой красивый. Смотри, какой... Какой красивый первый кусочек. Мы его ставим с тобой сюда, на нашу зону, где мы работаем. Кто-нибудь там еще готов? Пацаны у вас? Нет. Нет, больше никто пока что не готов. Могу ли я сделать... Я могу сделать из каштанового крема. А можно я посмотрю, какие-то, может быть, есть более темные штуки? Пользовательская сахарная глазурь. Это что такое? А, я ее могу сделать? А как я могу сделать глазурь? Строубери выпар крем. А я не хочу. Я хочу сделать черный крем. Подождите, у меня есть краситель. Был. Да, он же весь кончился. Один миллилитр остался. Ну, мне хватит. Мне просто чуть-чуть добавить, на самом деле. Ну-ка. Я понял. Сейчас сделаем с вами. Это годка будет. Это будет готический. Просто... О, боже. Это будет феерия. Просто черный, черный торт. Представляешь? Так, все, пошли его забирать. Я иду за тобой. Это можно выкинуть. Говно. Это говно можно выкинуть, выкинуть. А где моя посылка? Спасибо. Я забираю свой заказ. Да положи ты его, господи. Сейчас. Значит, смотри в белую глазурь. Я сейчас добавлю черный краситель. И получится, наверное, классно. Ну-ка. Да все, лей. Еще лей. Еще лей. О, я сделала готическую подлевку. Вау. Вау. Нихера себе. Вот это я шеф-повар мамкин хулиган. Хулиган. Готический торт будет готов сейчас. С минуты на минуту. Так, шпатель. Можно я тебя отшпателюю, пожалуйста? Спасибо. Значит, берем черный. О. О. О май гад. И это было же охеренно круто. Так, иди сюда, иди сюда Даже поджигать не пришлось Ну ладно, так тоже пойдет Так тоже хорошо Да, господи, ты что, дурак? Возьмите изделие, спасибо Кладем пока что это все сюда Охренеть Я сделала готический тортик Ребята Вы чувствуете, вы чувствуете это? Это же готический тортик Значит, смотри Я теперь, это получается Значит, ставлю с дыркой Ставлю с дыркой Потому что, ну там все равно никто не увидит Что там нету куска торта Вот, мы как бы такие ушлые-ушлые продавцы Немножко Блин, это охеренно круто Торт для гота А можно? Серьезно? Ну-ка отделись Почему? Вот и я тебе того же мнения говорю Что не надо меня обманывать Теперь Это ставится еще сверху? Подожди А я могу их наслоить? Допустим Вот этот, если я ставлю И вот этот Ооо Да, ооо Я могу вообще пирамиду Хеопса понастроить Ты прикинь? Так, возьмите изделие Возьмите изделие Так, ну смотри Я могу вообще сделать непропорциональный торт Мне же ничего не мешает сделать его прям кривым Кривым, как вся моя жизнь Да боже, родной Все очень плохо Боже, смотрите, какая прелесть Теперь смотри, сверху ставим еще один В смысле ты не захочет? А, то есть ты типа Понятно, понятно Я тебя поняла Я тебя поняла То есть ты так, да, работаешь Типа нельзя, да Наоборот Постоль Блин, мне кажется, чего-то не хватает А у нас есть средняя форма? А это и была средняя, да? Ты же средняя форма? Ну да, это Это средняя, а это маленькие Блин, может быть большую поставить форму? Давайте я еще одну сделаю форму Чтобы было прям красиво И до конца сейчас израсходуем тесто заодно Да ладно, ты в кривую не ставишься Вот, отлично Ставим последний Тогда 4,10 на 150 Так, 4,10 на 150 Отлично Пусть пекется Я пока что это все разберу Потому что, ребята, я реально сейчас очень сильно хочу сделать офигенный, классный готический торт Давайте наполним, попытаемся кокосовой начинкой Нельзя, 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 ладно Раз нельзя, то иди в жопа Так, что мы можем использовать для готической хрени? Белку Черного лебедя Давайте я посмотрю, что у меня есть Так, наполнить ящик фигурками Какие у меня есть фигурки? Цветы, есть черные цветы? Давай посмотрим Нету черных цветов Отлично, нету Дети Какие криповые Космос Блин, ну вот, а можно как-то посмотреть? Космос, свадьба, цифры, буквы, биты, праздники Домашние животные, океаны, листья, одно колесо Птицы, фэнтези Фигуры, может быть фэнтези Давайте я потрачусь на фэнтези и посмотрим, как выглядит фэнтези Когда готический торт будет с летучими мышами Потому что летучие мыши А есть красные летучие мыши? А, это единственные, да, такие вот, более-менее красные Ну, либо вот этих брать Ну, давайте тогда таких, давайте таких Кладу сюда одну Да убери ты ее Вот эту возьми Вот эту хочу Вот эту хочу, мышь Цветочек, можно красные розы положить Нет, цветные розы Это же готические, годы там иногда красные применяют Себе в жизни Черная белка, ну, это как-то странно Лебедь, ну, лебедь это больше к свадьбе, понимаешь? Можно написать надпись Гот, I'm a god Чтоб все знали, что I'm a god, I'm a god I'm a, I'm a, I'm a god Сколько тебе еще готовится, родной? Родной, сколько тебе готовится? Так, а что еще? Дети Ну, дети-то странно, ракушки Вряд ли там есть черные ракушки Не, остальное нам не сильно подходит Поэтому нам придется работать с Хэллоуином, видать Ладно, я возьму черного лебедя одного Он меня польщает Он меня польщает Наконец-то доготовился мой последний кусочек счастья Он выглядит как-то вот так Этот последний кусочек Да возьми ты его, да Отлично Значит, смотри Его сейчас нужно возложить Вот на эту чашу весов Где моя шпателечечка, лопаточечка? Иди сюда, моя лопатка Расчешу тебя, я гладко Наношу кремчанский Еще один, значит Блин, прикольно Я сделала темную пользовательскую глазурь Да подай Вот, как хорошо Теперь, значит, смотри С дыркой Теперь без дырки И с дыркой Блин, а у меня не осталось, да, теста? Надо было сверху класть без дырки Который Ну, ладно Смотри, значит, что теперь? Теперь мы можем взять совочек И совочком Насыпать что? Шоколад черный? Ну, давай опять черный шоколад сыпать Его, правда, не совсем будет видно Но она... Хотя, смотри, как красиво Не-не-не, нормально Очень даже красиво У меня, правда, руки трясутся Не спала несколько суток Ну, что поделаться Ну, именно у повара, не у меня Типа у булки нашей Так, поворачиваем торт Отлично Отлично Опять кончилось Хорошо Ничего страшного Можно еще добавить орехов Но мне кажется, орехи будут выбиваться Либо корицу Но лучше не надо Давай И раз Хорошо 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 Ну, слушай Красиво же, да? Можно было бы, конечно А, подожди Я могу тебя наполнить? Наполнить А, может быть Он так же делается? Ооооо Он так же делается Вот как! Оооо Япона, мать Сколько мне понадобилось Времени, чтобы Это понять Давай! Ура! Мы научились сделать с вами цветную глазурь. И полгода не прошло. Отлично. Ну, хорошо. Допустим, у меня теперь есть темный шприц кондитерский. Смотри, как я могу сделать. Значит, ставим точку. В смысле? Ладно, тогда ставим точку. Поворачиваем. И где мой рисунок? Ладно. Давай. Я наделаю сейчас цветочков здесь. Боже, ребята! Я научилась делать красивые тортики. Представляешь? Так, а можно я как-то по-другому буду на других рисовать? Нет? Ну, почему? А если я, допустим, начну на них рисовать, они же получаются сейчас как бы все, да? Ничего не сделать. Ладно, давай тогда по периметру вставляем вот здесь вот цветы. Это такой какой-то торт эсмеральды, блин. Опять ставлю на пол, потому что на полу работать удобнее. Рядом, близко, все хорошо. Там что-то кот делает у меня. Вставляем цветочки для сердца и почки. Отлично. Смотри, какой прям реально торт какой-то эсмеральды получается. На самом деле цветов много не бывает, поэтому мы их вставляем с тобой, и все у нас будет хорошо. Мне кажется, этот готический торт будет просто великолепным, хотя больше похож, конечно, на свадебный торт, но так тоже ничего. Так, а можно я с этой стороны как-то встану? Я его поставлю вот сюда. А, ты вот, значит, какой. Ты вот, значит, какой противный. Я поняла. Тогда мне придется тебе еще и оббегать каждый раз, да? То есть ты из этих. Из тех, кто любит оббегать. Ладно, я поняла твои намеки. Хорошо. Хорошо. Последняя розочка осталась. Отлично. Смотри, как красиво. Ну, ну, просто ж лепота. Ну, посмотри, ну. Мне очень нравится. Летучая мышь. Значит, одна летучая мышь у нас будет стоять прям по центру. Такая типа усюка вампирская отродия. Я вампирю, я вампирю. Блин, вот чем-то бы его еще украсить, конечно, было бы просто упомрачительно, классно и шикардосно. Но, видишь, нечем. Хотя, подождите. Берем шоколадку. Она как раз черная. Как раз нам подходит. Берем шоколадку и делим ее с тобой на вот такие вот куски, которые называются квадратики. Тут, видишь, как удобно. Раз. И два. Ну, смотри, мы получили четыре плитки шоколада. Мы их с тобой сейчас, значит, вставляем. Их нужно как-то повернуть. Так. Вот, давайте вот так. Их не видно. Но главное, что ты знаешь, что они как бы есть. Ну, смотри. Видишь, как он такой шоколадно-озорной тортик. Берем еще одну плитку шоколада, потому что мы не доделали. Берем плиточку и снова ее с тобой режем. Раз. Отодвинься, пожалуйста, ты мне мешаешь. Два. Ой, я, по-моему... Ладно. Я переборщила. Извините. Но ничего страшного. Как бы, я думаю, все будет у нас хорошо. Но почему? Ну, в чем проблема-то, я не понимаю. Нет уже никакой проблемы. Ладно, плевать. Я просто наставлю куда-нибудь, куда ставиться. Вот. Главное, доделать нашу вот эту красивую аппликашку. Кручу-верчу торт. Вот. Хотя бы вот этот радиус-то доделать уже. А то стыдно как-то, что спина будет недоделанная. Надо же доделать. Мы же хорошие с тобой кондитеры. Мы делаем торт на 5 с плюсом. Ой, как хорошо. Вот это я, конечно, придумала. Заморочилась называется. Ну, посмотри, какой. Какой великий торт. Великий. Он прям возвышается над миром. И хочет сказать всем, что идите нахрен. Не трогайте меня. Я вампирская мышь. Надо его сфотографировать. Ради этого торта я выберу ему красивое место. Я выберу ему настолько красивое место, что вы обалдеете, насколько оно будет красивое. Вот. Нет, не так. Ну, мусорки, как бы, знаешь, тоже хорошо. Давайте достаем фотоаппарат. Но я согласна, его плохо видно. Его очень плохо видно, поэтому не получилось создать фотографию. Подожди, я не могу ходить. Могу ходить. Я уж испугалась. Думала, ноги отнялись. Я уж думала, ноги. Может быть, его куда-то красиво поставить. Типа, чтобы был антураж. Может быть, куда-то сюда поставить его. Типа, лучший торт в мире. Давай его поставим вот где-то здесь. Вот. И сделаем фотографию на фоне говна. Это просто стиль. Это готический стиль, понимаешь? Все, смотри, а. Так, хрустящие цветы, душевная еда. Да, спасибо. Выбираем. Это наш торт с сегодняшнего дня. Блин, он такой красивый, что мне даже жалко его продавать. Смотри, я вложила в него всю свою душу. Я вложила в него все свои шоколадки, которые у меня были. Я его поставлю, чтобы все его видели. Готический торт. Надо же было такое придумать. Ты представляешь, насколько мы с тобой вообще молочки. Так, вот это я можно положу? Может, кто купит? Может, кто купит эту хрень? Говорят, она ничего такая вкусная. Могу еще положить темных пончиков. Хотите? У меня их много. У меня их настолько много, пацаны, что лучше берите. Берите, не пожалеете. Только сегодня скидка в 90%. Вот, смотрите, 90% скидка на вот эти самые вкусные черные пончики. Сейчас это просто must have. Давайте пойдем завершим этот день. Посмотрим, насколько оценили мой торт. Да, конечно, нормально. Нормально все. Это было прекрасно просто. Я сделала... Это мой любимый торт в этой игре. Видишь, все раскупили. Вот, кроме вот этих двух вонючих пирожных. Не нравятся почему-то. Не видят, может быть, слепые. О, видишь, на три позиции нас готический тортик поднял. Вот так вот. А ты думал? 48 лайков я получила. Ты видел? Нихера себе я тебе хочу сказать, а? 50 пи получили, а? Два лайка, четыре влюбились. Пять поржали и четыре удивились. Ну, разве это не прелесть? Кстати, пиши в комментарии и ты, что ты думаешь по поводу этого тортика. Понравился ли он тебе или нет? Я, наконец-таки, научилась делать различного цвета глазури и вот эти крема. Это прям открытие. Вы, наверное, мне об этом писали, но я не замечала, скорее всего. Либо писали, когда я уже читала комментарии, там этого не было и, соответственно, не находила. Ну, а в любом случае, спасибо, что вы мне пишете, что вы переживаете за меня, за то, как я играю. Я вас безумно люблю. Подписывайся на мой канал, поддержи меня лайком. А мы увидимся уже очень скоро на этом канале, так что до новых встреч и пока.